Развитие искусственного интеллекта. Она включает в себя и усиленную подготовку нужных кадров, и снятие административных барьеров. Новые прорывные технологии машинного обучения должны кое-чему научить и машину госуправления. Крайне важно, что технологии искусственного интеллекта позволяют избавиться от косности и неповоротливости бюрократической машины, кардинально повысить прозрачность и эффективность административных процедур, что чрезвычайно важно для устойчивости общества, потому что только в этом случае люди будут видеть, что и как делает власть, и чем она руководствуется при принятии тех или других решений. Это чрезвычайно важная вещь. Необходимо нацелить их на решение проблем конкретного человека, эти возможности искусственного интеллекта. Развитие как раз в сложении сил. Да, шахматная программа научилась обыгрывать самого маститого гроссмейстера. Но вместе человек и машина победят любой суперкомпьютер. В воздухе лётчик и беспилотник, вместе выполняющие одну задачу, сильнее, чем кто бы то ни было. В сочетании возможности человека и искусственного интеллекта поистине безграничны. Александр Христенко, Илья Налётов, Сергей Рубанов. Вести недели. Мощная стихия обрушилась на Новгородскую, Вологодскую и Тверскую области. Сотни домов оказались подтоплены, дороги размыты. Где-то не выдержали мосты. В зоне бедствия аврально работают сотрудники МЧС, экстренные службы и местные власти. Ситуация непростая. Ночная температура уже порой опускается и ниже нуля. Так что действовать нужно оперативно. А Иркутская область пережила потоп ещё летом. Но у многих семей жилья до сих пор так и нет. Да и не все пострадавшие получили даже положенные выплаты. Между тем, по прогнозам, уже на следующей неделе температура, например, в Тулуне, опустится ниже 20 градусов по Цельсию. Трагично. При том, что и федеральные деньги в нужном объеме выделены. И все решения в Москве приняты. Президент Путин лично дважды посещал Тулун и отдал все необходимые распоряжения, чтобы людям восстановить потерянное в результате стихийного бедствия жильё. Так что происходит? Кто тормозит? В Тулуне работает наш корреспондент Виталий Кармазин. Легко понять, чем в последние минуты перед наводнением в этом доме занимались малыши. Рисовали. На прогнившем столе в детской комнате до сих пор лежат фломастеры и такие потрескавшиеся карандаши. Хороший двухэтажный дом в городе Тулуна, Иркутской области. Летом 2019 года сюда пришла большая вода. Видно, что жильцы спасались в спешке и вынуждены были оставить вещи. И это не только одежда, но и многие бытовые приборы. Вот, например, на диване до сих пор лежит телевизор. Единственное, зачем позже вернулись местные жители, это добротные оконные рамы. И теперь из окон открывается апокалиптический вид. Словно картина из фильмов ужасов. Замёрзшая вода, которая сковала разрушившиеся, покосившиеся, изгнившие дома. Пустота. Казалось бы, здесь никто не живёт. На самом деле это не так. На окраине таких районов до сих пор живут люди, а местные чиновники, которые должны были помочь им с расселением, до сих пор не только не выдали сертификаты на получение жилья, но и не перечислили пострадавшим минимальные денежные компенсации. Под домом Любови Головченко до сих пор вода, фундамент рушится, стены буквально трещат по швам. Но вместо того, чтобы признать дом непригодным для проживания, как было сделано с остальной улицей, иркутские власти решили его починить. Всех, короче, по сносу меня поставили на капитальный ремонт. Я кое-как выбила акт на капитальный ремонт. Они даже мне акт не хотели давать. Летом из-за наводнения погибли 25 человек, более 40 тысяч пострадали. Затопило десятки поселков. Колоссальный ущерб. Только на первоначальную помощь после затопления из федерального бюджета было выделено около 3 миллиардов рублей. Как расходовались деньги? Весь последний месяц проверяли эксперты Общероссийского народного фронта. Выводы удручающие. Деньги были, собственно, выделены правительство Иркутской области. Их разворовало! Вот как правильно заметил настоящий Дмитрий Киселев. Путин там думает о высоких материях, об искусственном интеллекте. А в это время Иркутская область загибается от паводка, который был еще в апреле месяце, а людям так и не выделили новые жилые дома. Так что пусть лучше наш президент думает об этих людях, пострадавших от наводнения в Иркутской области, чем о каком-то высоком искусственном интеллекте, до которого ему со своим кооперативом «Озеро» еще расти и расти. Здравствуйте! Это лживый, либеральный Дмитрий Киселев, который подводит свои итоги недели. Сегодня в программе у последней черты ветки и дома предлагают ремонтировать за счет граждан. В Хакасии начальника пожарной части обменили в поджоге домов жителей. Пожарники устраивают пожары. Я ничего не напутал. Власти решили поменять правила расчета единого тарифа налога с мусора. Предполагается, что это снизит налоговую нагрузку на граждан. Но, похоже, выходит все наоборот. Почему? Объясню. Ужасы службы. Почему солдат в Забайкалье расправился с так называемыми дедами? Не ходите, молодые люди, в российскую армию гулять по осеннему призыву. Остальные успокоятся. Чиновник пригрозил россиянам расстрелами. Как в сталинское время. Что за чиновник? Узнаете, если досмотрите до конца. Википедию лучше заменить. Путин переходит на свою большую российскую энциклопедию. Как скоро Википедию отрубят в интернете? И что такое большая российская энциклопедия в электронном виде? Ну и федеральная служба в опасности. ФСБ предупредила о риске учечки данных из создающейся единой базы персональных данных, на которой депутаты предполагают попилить бабла в размере 4 миллиардов рублей. Вот именно попилить, а не потратить. Но обо всем, как всегда, по порядку. У последней черты. Ветхие дома предлагают ремонтировать за счет граждан. И дня не проходят в России, как власти все водят и водят новые поборы с граждан. На сей раз на ветхие дома. Как рассказали в Минстрое, в том самом, где после хищения денег на Олимпиаде 2014 года и на чемпионате мира 2018 года работают мутко-делы, а возглавляет их сам главный мутко Российской Федерации, в этом самом Минстрое будет разработана отдельная программа для домов с износом более 70%. Сейчас в стране таких домов более 25 миллионов квадратных метров. По этой самой спецстройпрограмме дома с износом более 70%, которые не признали аварийным, предполагают включить в региональные программы капремонта. То есть сбросить их с баланса Федерального Министерства строительства и передать на баланс регионам, где бюджеты трещат по шлам и где вряд ли найдутся деньги на капремонт всех этих зданий. Отдельная тема, почему вообще существует два этих категории, два разных понятия, ветхое и аварийное жилье. Почему нет одной категории, такой как дом непригоден для жилья. А там уж абсолютно не важно, почему он непригоден. Из-за старости или вследствие конструктивного дефекта. Но вернемся к новому законопроекту, проекту муткоделов из Минстроя. Так вот, по этой новой программе в домах с износом более 70% будет проходить только необходимые работы для того, чтобы дом просто не рухнул. А уже потом, по решению местных властей, а мы с вами прекрасно понимаем, что такого решения может и не быть, будет, как правильно написали в известиях, возможно, а возможно и нет, что скорее всего, будут проводиться и другие виды работ по этим ветхим и аварийным домам. Вот он стиль мутко и его муткоделов. Причем сразу понятно, что по такому сценарию местные власти регионов будут вынуждены вводить новую платежную строку в тарифах ЖКХ, как взнос на ветхое жилье. Напомню, что уже сейчас есть взнос за капремонт в тарифах ЖКХ. А будет еще один взнос за поддержание ветких домов у вас в вашем городе, где вы живете. Просто потому, что у чиновников нету денег на обслуживание ветких домов. Они просто не заложены в бюджет. А выполнять майские указы президента по расселению 530 тысяч человек из аварийных домов как-то надо. И Министерство строительства ничего лучше не нашло, как просто спихнуло эти самые ветхие дома на региональные бюджеты. А уж, так сказать, региональные бюджеты, региональные чиновники, это все, понятное дело, спихнут на нас с вами, на граждан. Тогда возникает вопрос. А нафига вообще нужен Министерство строительства Российской Федерации? Нет, ну правда, если у нас дома стоят частники, школы, больницы, муниципалитеты, все остальное какой-нибудь стройбат. И опять же, частники, вот нафига было плодить бюрократический аппарат. В СССР был госстрой, госстройкомитет. Но так и функции у него были другие. Участников-то не было. А трубами сейчас занимается водоканал. Это тоже не федеральный уровень. И таким образом, Министерство строительства ни хера не нужно. А оно лишний бюрократический аппарат. Она не строит дома. Она не содержит их в надлежащем виде. А Минстрой просто перекладывает эти самые ветхие дома на регионы, а те на граждан. Картиночку можно сменить. Ну и ладно, сделали... Так и сделали. Ну, кого ж назначили руководить Минстроем? Мутко! Мутко! И поэтому получается то, что получается по новой программе Минстроя с новым побором для граждан. Деньги этих самых граждан будут тратиться абсолютно в пустую. Потому что людей надо расселять из ветхого жилья, а не поддерживать его за счет бюджетных средств, за счет денег граждан. Это говорю не я, а эксперт в области строительства, некто Светлана Разовонева, гендиректор НПЖКХ. Контроль и член комитета по стройкам. В Госдуме Павел Скаличук также считает. Да, в общем, ничего хорошего, кроме новых поборов, не будет. А будут вот такие вот разрушенные дома. В России. В Хакасии начальника пожарной службы обменили в поджоге домов. Вот она, вот она, подлинная настоящая Россия, где все наоборот. Милиция, то есть полиция защищает бандитов и воров, фигачит дубинками простых рядовых граждан на митинги. Скорая помощь, которая не лечит, а калечит и вовремя не приезжает. А если и приезжает, то убивает людей, давя их своей каретой скорой помощи. Либо вводя больному не ту инъекцию и не там, либо вообще отказываясь госпитализировать больного. Этот гургаз, который подрывает дома своей халатностью и криворукостью, как типа в Магнитогорске, где по официальной версии властей был взрыв бытового газа. И вот теперь сами пожарники, огнеборцы, еще одна как бы скорая служба, экстренная служба, начали поджигать дома, чувствуя свою безысходность и безучастность к творящемуся беспределу в стране. Полиция задержала жителя, тут во время новостях вы не найдете, но просто здесь картинка красивая, как пожарник тушит пожар. Полиция задержала жителя Хакасского села Балыкса, подозреваемого в серии поджоговых домов и скоспостроек. Задержанным оказался 26-летний мой ровесник и мой идеолог, так сказать, начальник пожарной части Аскасского района Ивана Шнайдер. Он, по версии следствия, поджигал 6 домов за 3 месяца. Его назначили на должность начальника пожарной части в августе этого года. И Иван очень этим гордился, постоянно опубликовал, как он тушит пожар в социальных сетях, который он же сам и устраивал, ибо скучно бывает в пожарных частях на селе, а подвигов от себя и от других хочется всегда. Иван Шнайдер, по его собственному мнению, это такое необходимое зло. Он этакий джокер в комиксах про Бэтмена. Злодей, который необходим, чтобы правильно встряснуть и очистить общество. Иван Шнайдер поджигал дома не ради славы, а ради того, чтобы проверить боеготовность, боеспособность своей пожарной части к тушению пожара. И его спалили, когда он хотел спалить очередной дом. При помощи камеры, видеонаблюдения сельской школы, которая раньше фиксировала драки, унижения пьянки, курева, мат-перемат школьников, а сейчас зафиксировала пожарника-поджигателя, как он разводит очередной пожар. Да, есть, конечно, и печальная, мягко говоря, сторона его действий. Это то, что по горевшим, чьи дома спалил пожарник, негде сейчас жить. Но разве он в этом виноват? В том, что в его родной пожарной части номер 45 пожарная машина времен 60-х годов прошлого века и в том, что власти Хакассии не предоставили жилья погоревшим. Да, действительно, он виноват. Но ситуация в стране, в целом, в Хакассии, в частности, вынудила его поджигать дома. Там и в этих российских глубинках царит подлинный Мухосранск. Свалка на свалке, кафе держат кавказцы, не давая зарабатывать простым людям. И они вынуждены поджигать как свои, так и чужие дома, дабы обратить на себя внимание. Но то, что это делает начальник пожарной части, это, пожалуй, действительно впервые. И прецедент. И я такого не припомню. Куда смотрели в МЧС, когда назначали Шнайдера не просто пожарником, а начальником пожарной части номер 45, непонятно. Хотя совершенно понятно, что люди уезжают из деревень, а таких людей, как Шнайдер, нанимают не от хорошей жизни. Перед тем, как Шнайдер возглавил пожарную часть, он работал на железной дороге в Междуреченске. Хорошо, хоть поезда под откос не пускал. Также был ранее судим Шнайдер за кражу мотоцикла. Но ведь работать где-то бывшим зэком надо, не правда ли? Например, в пожарной части. Чтобы искупить свою вину. Так думали, наверное, в МЧС, когда назначали Шнайдера на должность пожарника. Но не судьба. Не фортанула им чуть-чуть. Чем больше у нас всяких там МЧС, тем больше у нас сгорят дома. Я вот думаю, что у меня в Самаре прям под оконами тоже. Три раза за два месяца горели дома. Может, тоже пожарники постарались. И с четвертого управления. Не знаю, возможно и нет, а возможно и да. Ну, в общем, вот так вот в России бывает. В деревне жгут дома, чтобы проверить боеспособность, боеготовность, огнестойкость своих подчиненных. А в городах жгут дома ради постройки на месте сгоревшего дома новый торговый центр, либо новый жилой комплекс. Где будут жутко дорогие квартиры, неподъемные для населения, кроме как разве что в кредит. Где-то предыдущая тема сам вам понравилась. Но это же красиво. Пожарник сам поджигает дома. Власти... Следующая тема. Власти решили поменять правила расчета единого тарифа на вывоз мусора. Действительно. Хорошая новость пришла к нам из РБК и ФАС. Изменения снизят тарифную нагрузку для граждан и компаний в ближайшее время. Изменения были внесены в несколько пунктов предыдущего постановления среди изменений новые правила расходов на амортизацию основных средств, нематериальных активов, при которых у объектов построенных за счет бюджета амортизация целей тарифного регулирования учитываться не будет. Кроме того, в новых правилах уточнены расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду и долог на прибыль. Все это позволит повысить качество тарифного регулирования. И сделает его более прозрачным и предсказуемым. В результате чего это снизит тарифную нагрузку для граждан. Уверены федеральной антимонопольной службы. Кстати, тоже красивая картинка, как КАБАЗ вывозит мусор. Ну что ж, власть полностью проиграла, точнее провалила мусорную реформу, которая началась с того, что на прямой линии Владимира Владимировича показали гигантскую свалку в Подмосковье. И Владимир Владимирович, как настоящий профессиональный в кавычках эколог, приказал закрыть свалку. Потом, правда, выяснилось, что свалку невозможно так просто закрыть, но можно перенести в другой район Подмосковья, в Серпухов. Жители Серпухова подняли восстание во главе с тамошним мэром, тогдашним мэром Шустуновым. Потом к нему приехали доблестный карательный отряд из ФСБ, начали открыто на камеру видеонаблюдения пытать его электрошокером, ну или, по крайней мере, об этом говорить, дабы припугнуть жителей Серпухова. Затем все-таки Шустунова посадили за коррупцию, конечно, самый главный коррупционер у нас в России, конечно, мэр Серпухова, естественно. Мусор в итоге начали сбрасывать в Подмосковную реку Истру, а в результате, благодаря путинскому запрету вместо как бы одного загаженного места в Подмосковье вышло два загаженных места в Подмосковье свалками, с чем я вас и поздравляю. Причем второе... Причем... второе загаженное место мусором находится не только рядом с рекой Истрой, а еще рядом с домами местных жителей, которые начали уезжать из Серпухова, так как там сложилась неблагоприятная экологическая ситуация. Но проблема гигантской свалки никуда не делась. И вот стали думать, а как решить все-таки эту проблему? И придумали. Ввели налог на сбор с граждан за вывоз и за утилизацию переработку мусора. повысили тарифы граждан на вывоз мусора. Еще вдобавок. Несколько раз. Но население за переработку мусора не стало платить. Им просто было нечем за это платить. Правительство России наломало дров. И за это реформы люди пошли на улицу, на протесты. Все это вылилось в бойню в центре Москвы этим летом. Мусорная реформа это одна из причин бойни в центре Москвы этим летом. Оставляя, конечно же, это не допуск оппозиционных кандидатов до выборов в Мосгордуму. Но не менее веская причина то, что мусорная реформа провалилась, а вместо действительно решения проблемы с фалок по сути просто повысили тарифы на вывоз мусора и ввели новые. И вот уже в правительстве дошли козла отпущения, который как бы условно провалил, не так и сделал эту мусорную реформу. им стал некто Владимир Логинов, которого Медведев как бы отдал на откуп для его линчевания, дабы не пойти самим на линчевание. Ну, линчевание условно, конечно, не так, как там понималось в 18 веке, когда конечности отрубали. Почти никто в России не платит за мусорный сбор улицы утильцезон в России по новой реформе в новой конторе в новой конторе региональному эко вывозу никто не платит с гражданом. А если платят, то сущие копейки. Но полный тариф нет. Люди прекрасно понимают, куда на самом деле уходят эти деньги. Во всем мире вывозом мусора занимаются частые конторы. И только у нас по новой реформе это делает госконтора Росэко оператор. И он возражает вас. Ведь в новых правилах не были учтены многочисленные расходы на создание и поддержку биллинговых систем, расширение и ремонт контейнерного парка, разборка систем контроля качества работы. Не были решены по новым правилам проблемы тарифов, проблемы вычитания тарифов из расходов мусорных операторов. средств, которые были выручены от продажи ресурсов. И получилось, что тем хуже работаешь и меньше вторсырья вырабатываешь, тем наоборот выше, а не ниже тариф. Ай, молодца, фас! То есть, еще раз, по новым правилам, тем меньше будет вот этот вот самый Росэко оператор работать, то есть вывозить мусор, тем больше будет у вас тариф. То есть, должно быть наоборот, но только не в России. Уай, молодца, фас! Умудрились ухудшить ситуацию с мусорной реформой, а ведь как все красиво в этой новости начиналось. Выходит, что из-за действия властей по новым правилам повысит, а не понизит тарифную нагрузку для населения, которое давно уже обанкротилось и сводит с концами из-за всех этих реформ и новых правил. И остается им жить правильно на свалке. Ужасы службы Солдат в Забайкалье расправился с так называемыми дедами со старослужащими восемь погибших. В Забайкальском крае разыгралась страшнейшая трагедия, которая заставит думать 18-летних парней, а может быть все-таки им не просягать на верность России, а пойти, например, торопить срочную службу в СССРу или в белорусский спецназ. ЧП произошло в городе гордой воинской части номер 541-60. Еще раз воинской части номер 541-60 под ЧТОЙ в 17-20 по местному времени и в 11-20 по Москве рядовой Рамиль Шамсудинов, сейчас вы увидите его на своих экранах, который проходил срочную службу в роте охраны, в части сдает смену, потом берет свой автомат Калашникова подсоединяет рожок и стреляет в капитана Евсеева, а затем методично и хладнокровно расстреливает еще семерых сослуживцев. На месте ЧП вылетела комиссия Минобороны во главе зам заместителем министра обороны генералом-полковником Андреем Кавтопоновым. Отец Шамсудинова узнают о ЧП только по сообщениям из интернета. Никто из Минобороны, из военной прокуратуры, из Следственного комитета, не говоря уж про командование воинской части, ему не сообщают о случившемся с его сыном. И естественно отец Шамсудинова поднял настоящий бурный скандал в СМИ. С его слов следователи, которые вели это дело, дело о расстреле восьмерых служивцев, спрашивали о чем угодно, о детстве его сына, но только не о подтолкнувшем событием к расстрелу восьмерых человек. по неподтвержденным данным, Шамсудинову грозило сексуальное насилие в этой самой воинской части парадон отборных пидорасов номер 541-60 и он беспокоился за свою мужскую честь и достоинство. Минобороны Российской Федерации естественно все лжут и наглым образом отрицают. Однако, как стало известно, министр обороны Сергей Шайгу ранее был крайне недоволен руководителем этой самой воинской части номер 541-60, но ничего не предпринимал для изменения ситуации. В воинской части номер 541-60 я еще раз специально напоминаю номер части, чтобы вы все запомнили. Конечно, ведь министр обороны почему-то у нас не может снять с должности целого командующего части. Почему-то. Предпочитая оставить все как есть. Сам Шамсудинов заявляет, что рад, что убил восьмерых человек, и ему хотелось бы, чтобы воинскую часть номер 541-60 разогнали бы совсем этот гадюшник. Он уже не мог терпеть все эти удержения, и перешел черту. Он со слов Шамсудинова, он не говорит кто, дал намек про мое возможное износилование. и дал понять, что таких как он молодых пацанов уже много изнасиловали в армии Российской Федерации. И он не исключение. Таким образом, очевидно, что сам Шамсудинов постоял за свою честь и достоинство как настоящий мужчина, за что по российским меркам предусмотрено уголовное наказание в виде 15 лет колонии строгого режима. А вот если бы свою жопу подставил бы, так сказать, то, может быть, избежал наказания. Но, видно, его правильно воспитывали. Как бы цинично это не прозвучало. Сейчас я посмотрю. Шамсудинова неоднократно макали головой в унитаз. Сразу после прибытия воинской части у него украли телефон. Его фактически родное министерство обороны и, в частности, сослуживцы воинской части номер 541-60 довели до такого состояния, что ему было не жалко восьмерых человек или десятерых. СИЗО ему не лучше. Его пытают холодом. Он сидит в камере в одних трусах. Как считает следствие, одной из причин конфликта могло стать то, что Шамсудинов хотел стать сержантом, но ему не дали. Один из убитых офицер Данил Пьянков, который доводил своих бойцов до тяжелого психологического расстройства и постоянно в грубой форме, возможно, даже в сексуальной, издевался над призывниками. это считает следствие. Таким, как Пьянков, такие, как Пьянков, позорят честь и достоинство не просто русского офицера, а вообще страны. Ну что ж, рад хоть, что за свои поступки он ответил, как настоящий офицер российской армии и схлопотал пулю от рядового бойца, которого гнобил и унижал. Ну и выясняется, что вопреки приказу министра обороны срочников направляли в караул охраны воинской части. То есть этими самыми караульной службой, да, сейчас занимаются контракты, ну что значит занимаются, сидят на ответственных постах, а срочники как бы не должны этим заниматься. Но вопреки приказу министра обороны все-таки срочника отправили на это дело и без устали и сна он провел трое суток. Естественно сознание у него помутнулось. Добавьте еще к этому постоянные унижения, макания его черепной башки в унитаз. Сейчас мы покажем это вот, 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 но я не буду тут нажимать на кнопку play, и так думаю все ясно. но считают, что консультант следственного комитета считает, что его макали в туалет, его голову макали в туалет, просто потому, что он отказывался исполнять приказы, ну, например, на уборку своей казармы. но все равно я думаю, что дело не только в этом, а еще в том, что его действительно пытались изнасиловать в армии. Парадокс здесь заключается в том, что несмотря на то, что российская власть официально борется с ЛГБТ сообществом, тем не менее в армии и в тюрьме множатся ряды так сказать неправильно ориентируемых граждан, потому, что в этих обществах девушек нет, они недоступны, и поэтому люди вынуждены шпилить друг друга, а когда парень не хочет, чтобы его шпилили, вот такой вот ЧП случается, что он берет рожок с автоматом и расстреливает восьмерых человек в воинской части номер 541-60. И вот еще раз я тебе говорю призывникам, в этой связи не вздумайте подписывать контракты с армией России, и вас также головой в унитаз окунут, а потом еще изнасилуют восемь человек. Переходите лучше на светлую украинскую сторону, тем более, что видите, что Минобороны от вас откажутся, в любом случае. Россия всегда предавала и будет предавать своих бойцов. И вот я как раз я как раз уже служу в СБУ, чтобы таких вот офицеров, как Пинков, ну он уже все, он уже ответил за свои поступки, уничтожать. Да, по-другому нельзя. Которые издеваются над своими подчиненными. А Шайгу с этим ничего не может делать. вот такая вот киселевщина. Да ну нахер на это интервью с Аленой Водонаевой. Не для этого я Рамблер включил. Остальные успокоятся. Чиновник пригрозил жителям расстрелом. Расстрел недовольных условиями жизни жителей Карелии успокоят общественные волнения. так считает глава Ольнецкого района Сергей Прокопьев. По совместительству очевидно лютый сталинист. Правда ему не вдомек, что расстрелы жителей как раз могут наоборот подстегнуть к еще большим протестам чем сейчас. А то глядишь и народ возьмет в руки оружие и начнет войну против таких чиновников как Сергей Прокопьев. Ибо если тебе грозит расстрел то уже пофигу где встретить смерть. Но при этом но при вооруженном протесте можно еще пару тройку таких чиновников как Прокопьев прихватить с собой на тот свет и заодно его родных. 102 года тому назад в России это уже было сначала Кровавое воскресенье где царская власть расстреляла народ а потом сам народ решился на штурм Зимнего дворца так возможно будет и теперь и Сергею Прокопьеву это невдомек так что очень опасно в первую очередь для самих чиновников расстреливать граждан не ровен час сами граждане будут расстреливать чиновников а лучше их сжигать коктейлями Молотова так что эти слова могут выйти боком для властей Карелии кроме того Прокопьев назвал жителей своего района социальными паразитами в России как раз стальные паразиты и есть чиновники они паразитируют на социуме живут на день социума и вякают что этот социум полнейшие педобрасы да что Прокопьев хотел расстрелять жителей своего поселка своего села своего города а все дело в том что жители немецкого городского поселка недовольны работой общественной баней и вот из-за баней чиновник хочет расстрелять своих жителей в селе она просто не работает от слова вообще то есть уже российская власть на местах морально и физически готова к расстрелу своих граждан на абсолютно пустом месте как в 37 году за то что не работает баня то есть за неработающую баню Прокопьев готов застрелить четырех человек как он сам это сказал до до его самого надо вешать до фонарном столбе поселка хотя раблера вспоминают и другие резонансные слова российского чиновничества безусловного врага номер один для граждан России которые живут здесь и зарабатывают здесь в этой стране крохи так в августе пресс-секретарь правительства Иркутской области оскорбил пострадавших от паводка указав им свое никчемное место и тут что они живут в путах временного размещения лучше чем если бы жили в своих домах чиновница пострадавших от паводка считает тупым быдло скотом с двумя классами образования в мае отличилась сотрудница администрации сургутского района хантамансийской области любовь Иванцова которая предложила свалить цитирую нахер в другие поселки жителям которым она сама закрыла единственную переправу через реку Обь в августе этого года депутат Волгоградской области Гасан Билев назвал жителей Волгограда и области примыкающими к Волгограду тупыми алкашами которые получают пенсию 8 тысяч рублей в то время как он сам получает пенсию 25 тысяч рублей Затем жена экс-депутата миллионера Южмишина Илона Стольпи или Скольпи предложила запретить цитата нищебродам и бодлану заходить в рестораны чтобы не создавать эстетических неудобств элите России и все это я читаю в те самые дни когда 102 года назад из-за таких слов расстреливали на месте чиновников все это для них для Южилина Хайт Южилина был даже целый законопроект по этому поводу в сентябре прошлого года кстати говоря вот тут тоже конечно Южилин миллионер и депутат без того что он без членства в органах власти я уверен Южилин бы не стал депутатом ой не стал миллионером в сентябре прошлого года директор департамента по работе с молодежью Свердловской области Ольга Гладских уже пресловутая заявила что рожать никто не просил вас поэтому роженицам государство ничего не должно наоборот это роженицы должны да еще как таким людям как Ольга Гладских в общем по хорошему государство в большом долгу перед своими гражданами за все за 37 за 41 за победный 45 за диван за демамина ну за в общем за денежную реформу 61 года за 91 год за расстрел в Новочеркасске за 90 за дефолт 96 за контрстанкции которые ударили по кошельку россиянам из-за Крыма государство в неоплатном долгу перед населением которое оно хочет расстрелять как заявил один из чиновников поэтому если кто-то поэтому наоборот государство должно людям а не люди государства я оттуда вывод если кого-то и надо расстреливать то фамилии я их прямо сейчас всех назвал Клацки Юж Южиных или Южкевичей ну ну в общем всех тех кто воспри кто думает что власть создана для его личного обогащения а не для упрощения жизни граждан они это заслужили расстрел или виселицу на фонарном столбе ну кто они чиновники но не ровен час такие как они не ровен час так же как эти все чиновники которые я сейчас перечислил будут так же как они будут думать и самый главный чиновник страны Владимир Владимирович Путин и вот тогда это будет действительно страшно ибо Сталин 2.0 гораздо ближе чем вам кажется только в отличие от Сталина 1.1 без индустриализации а наоборот с реиндустриализацией то есть с закрытыми производствами и не работающей баней будут расстрелы расстрелы и расстрелы если при Сталине расстрел понимается понималось как форма наказания для чиновников то при Сталине 2.0 при Путине это будет расстрел будет пониматься как метод борьбы с населением а это все таки немножко разные вещи ух язык уже заплетается честое слово но есть еще две темы есть еще две темы википедию лучше заменить путин переходит путин переходит на энциклопедию президент россии чекистская гнида владимир владимирович путин назвал неправильным ориентирование россиян на википедию как на источник подлинной информации в сети и предложил ее заменить большой российской энциклопедии кстати если сократить название большой российской энциклопедии то получится слово брэ согласитесь что по сравнению с брэ википедия даже на русском языке звучит более выразительно но путину на это плевать ибо он сказал что брэ это видите ли достоверная информация а вот википедия образец лживой сападой энциклопедии враждебно настроенной нам и вот вы знаете можно было бы наверное согласиться с путиным но как истинный чекист он не договаривает всей правды почему в брэ более достоверная информация просто потому что в брэ гораздо меньше статей чем википедии а вторая более важная причина брэ избегает как бы спорных острых тем предпочитая вводить их в нейтральную плоскость и писать в расплывчатых формулировках о тех или иных событиях как в мире так и в России яркий пример с Крымом википедии четко и ясно написано что Крым по мнению властей Украины был нагло захвачен российскими войсками а в большой российской энциклопедии написано что Крым вошел в состав России после турбулетных событий на Украине и ведь не скажешь что в 2014 не было турбулетных событий на Украине были еще и какие ну и все а что служило а как конкретно Крым вошел в состав России в БРЭ не сказано а википедии которые смотрят все сказано что благодаря вооруженным силам Российской Федерации которые положили мордой в землю украинских военнослужащих и украинских депутатов представителей Крыма и крымско-татарского населения был произведен вооруженный захват украинских частей об этом в БРЭ не написано википедии помимо этого гораздо больше информации не только по сравнению с большой российской энциклопедией но даже с трудами в целом Российской Академии Наук при этом статьи википедии не назовешь лживыми или неправильными потому что их постоянно проверяют сами авторы народной энциклопедии на подлинность там к сожалению невозможно просто так написать о себе к примеру что ты участвовал в войне с Россией на Украине википедия просто выигрывает конкурентную борьбу с другими энциклопедиями за счет того что каждый человек не обязательно научный сотрудник академик и сторонник Ковальчуков Раулдукинов может модерировать энциклопедию если обладают более точной информацией чем автор статьи но самое главное преимущество википедии это то при этом она не является эта информация лживой ее постоянно проверяют но самое главное преимущество википедии это то что те кто правит или исправляют информацию википедии им сама энциклопедия википедия не платит ни гроша в то время как на разработку электронной версии большой российской энциклопедии платят и еще как так до сих пор нет цифровой но при этом до сих пор нет цифровой копии большой российской энциклопедии из 18 томов вики наоборот более точная информация чем в бре и в том числе о путине которая хочет чтобы википедии не было в российском сегменте интернета вообще потому что она ему не подконтрольно и там есть очень интересные пункты в статье о владимире путине который со слов хировой он читал и ему это не понравилось например в статье в википедии о путине в пункте 5 и пункте 8 есть все то все описание что он не так сделал на посту президент и естественно самому путину не понравилось эти пункты в статье о нем и он призвал приказал заменить запретить заместить википедию на большую российскую энциклопедию на ее электронную версию ценой 1 миллиард рублей в то время как википедия досталась россиянам абсолютно бесплатно и сами россияне а не какие-то ученые могут ее править если обладают точной информацией россияне за википедию не платили из бюджета а вот за создание электронной версии большой российской энциклопедии придется вам всем заплатить да да википедии отражен действительно западный взгляд на события в россии на события в истории в россии но кто сказал что они неправдивы никто путин своими запретами на википедию подтвердил аренаме крайне неэффективного менеджера но зато из-за того что вики написали о нем всю правду без прикрас страдать будут рядовые пользователи которые любят интернет энциклопедию песков конечно как всегда сказал что путин не это имел ввиду не запретить заместить запретить википедию а создать свою эбреэ электронную большую российскую энциклопедию но словам пресс-секретутки президента как мы понимаем верить нельзя википедия настолько окачественная эффективная энциклопедия что ее КПД превышает в несколько раз по сравнению даже с работами с трудами некоторых министров правительства вот так поэтому как крайне эффективный ресурс в России его надо запретить вообще любые крайне эффективные инструменты в России сайты которые облегчают гражданам жизнь запрещаются в России чтобы граждане страдали страдали и терпели ту власть которая у них есть а скоро власть вас будет их расстреливать за то что вы пользуетесь враждебной википедией и будете обходить будете обходить блокировку ее но пока вики все-таки не блокирует и у нас есть редкий шанс наслаждаться трудой как бы википедистов а вот что будет там с большой российской энциклопедии ее электронной версии тут еще большой вопрос на путинский отсос федеральная служба в опасности фсб предупредила о риске утечки персональных данных из сдающейся единой базы законопроект о создании цифровых профилей граждан россии подвергся резкой критике со стороны фсб по мнению чекистов обработка данных в рамках единой инфраструктуры значительно повысит риски учечки информации в том числе и о судьях прокурорах следователей и сотрудников силовых ведомств что конечно же позволит гражданам более эффективнее бороться с произволом властей помимо предупреждения фсб комитет госдума по федеральному устройству предупредил о значительных расходах на эту самую инициативу о создании де-факто цифровых электронных паспортов граждан предлагаю отложить но тут ясно что деньги надо попилить как отмечает некто главный аналитик фсб сергей беседа в письме начальнику правового управления администрации президента ларисе броничевой от 4 октября которое было перехвачено либеральным царовой сбу и использована конечно же в своих целях законопроект о персональных данных не соответствует действующему закону о защите персональных данных и не содержит конкретных целей для достижения обработки данных в предложенном объеме также любой законопроект госдумы не содержит каких-то конкретных целей ибо как вошь сказал так и будет а депутаты молчат также госпожа бренчева госпожи бренчевой фсб напоминает что закон о защите персональных данных не нуждается в доработке а в новом законопроекте не были учтены замечания фсб резюмирует некто сергей беседа специалист еще вдобавок по международным связям чекистов работает на две ставки а и молодца этот сергей беседа в этой новости интересно и то что есть терки пардон трения между некоторыми представителями фсб и некоторыми представителями администрации президента в частности между беседой и бренчевой и то что пока идут все эти трения между башнями кремля между ветвями власти о том что нужен или нет новый закон о персональных данных в россии тем временем на горбушке совершенно открыто но нифига нелегально сливают за 100 150 ну может 500 рублей все персональные данные на SD-дисках на CD-дисках что наводит на мысль что чекисты на этом зарабатывают а иначе давно булавочка была прикрыта продавая данные продавцам а те клиентам а личной не только личной жизни граждан и тогда действительно новый законопроект о защите персональных данных не нужен ФСБ ведь они лишают части своих доходов но новый законопроект на новый законопроект выделено аж 4 миллиарда 5 миллионов рублей для создания цифровых профилей граждан еще никогда так резко ФСБшники не высказывались против законопроекта депутатов еще бы они ведь тогда могут лишиться части кормушки и финансовых потоков но парадокс здесь в том заключается что отчасти ФСБ правы данный законопроект о цифровых профилях граждан опасная бесполезная дорогая затея и легче от нее гражданам не будет а будет тем кто гражданами захочет управлять в своих корыстных целях и нигде в мире нет единой базы данных граждан просто потому что эту базу можно хакнуть можно ей навредить и тогда будут последствия ну например не только блокировка банковских карт но и возможно уголовное преследование за совершение преступления другими лицами и сейчас это и есть прецеденты но благодаря единой базе данных и благодаря хакерскому таких прецедентов может быть в разы больше ну что ж на этом на сегодня все все новости вести недели но тут кстати эпилога моей программы может служить то что ну так получилось недавно сходил по делам психиатру ну надо было не думайте что там кукухой поехал ну надо было просто сходить и он мне сказал что при советском союзе было очень много кто лежал в исправительных учреждениях по ложным обвинениям и что и сейчас такие есть прецеденты что еще раз укрепило мою веру в либеральные идеи запада которые позволяют мне сейчас дышать за это спасибо которые как бы были внедрены в России в начале 90-х годов за что спасибо покойному президенту Ельтину и я сделаю все что в моих силах чтобы совка в России не было а был светлый либеральный путь развития вот так вот на этом пока пока но я в принципе еще успеваю одну новость прокомментировать на Урал надвигаются холода так что одевайтесь не только на Урал в целом во вкусную часть России холода до минус 30 так что одевайтесь свои шубы кутайтесь варенки чтобы к вам не пришли совки и все у вас это не отобрали и не заставили трудиться в исправительных учреждениях вот такая вот мысля которая пришла ко мне в башку ну и все пока пока чао бомбина